Когда ты понял, что ты больше не ребёнок? Я это поняла, когда по факту была ещё ребёнком, а всё из-за случая около 12 лет назад, когда мне было 9 лет. Тогда я впервые столкнулась с фактом смерти и того, как бывает в жизни. Не зря родители обычно скрывают жесть от детей. Когда это случилось, я была совершенно одна, не могла ничем помочь, ничего не могла сделать и рядом не было никого. С того дня я стала понимать всё, что раньше не понимала, не замечала и так далее. Жизнь оказывается полная хуйня, а сейчас, когда я выросла, тем более. Когда мы перестали собирать всем классом деньги на подарки для нового года, а перестали седьмого класса. Ещё больше я это почувствовал, когда заселился в общагу. В нашей семье все дети становились самостоятелями достаточно рано. Работа с подросткового возраста, бытовые дела и так далее. Но окончательно наше детство ушло вместе с бабушкой и дедушкой месяц назад. Мы похоронили их и тётю, мамина сестра, в течение одного месяца. Ковид забрал у нас половину семьи, которая была неотъемлемой частью нашего детства. Они были нашим детством, рыбалка с дедушкой и рукоделие с бабушкой. Когда мама уезжала на сессию, мы с сестрой жили у нашей тёти. Она была нам второй мамой, нашей крёстной. Всё, что я знала и любила на протяжении большей части своей осознанной жизни, мне 20 лет, лежит в трёх могилах в ряд. Я пережила это горе и теперь мы с сестрой и братом делаем всё возможное, чтобы это смогла пережить наша мама, потерявшая своих родителей и старшую сестру. Печальная картина, что вся жизнь у людей сводится к работе, одиночеству и бедности. Охуенная взрослая жизнь. Потом удивляемся, откуда столько грустных овощей. Я вот что скажу, нахуй такую систему. Детская игра на самом деле реальная тема. Вспомните, сколько она вам давала энтузиазма и желание жить жизнь. Сколько азарта и предприимчивости в детстве и юности вы проебали. Если бы вы вспомнили, что такое игра, вы бы действительно были сверхчеловеком. Когда я начал гулять вокруг посёлка. Знаете, живя в посёлке городского типа, твоя мама уходит с подружками либо в гости, либо гулять вокруг посёлка. А я и так 24 на 7 дома. Это будет неизменно. Но когда меня вытаскивают погулять, мы с пацанами просто ходим вокруг посёлка и иногда дурачимся. Не ходим на площадки, а ходим на турники. Когда я поняла, что даже если меня тошнит и у меня температура, то мне всё равно надо смотреть за ребёнком. Вы мне скажете, что заводя ребёнка, я должна была это понимать. Но тогда мне было 13, а моя мать орала на меня за то, что я ничего не делаю. Если мне плохо, это не означает, что я могу не делать свои обязанности. Я живу самостоятельно, с 17 лет. Мне давали деньги раз в месяц, и мне нужно было их распределять. Самой стирать, убирать, готовить и так далее. С тех пор я работаю и с переменным успехом обеспечиваю себя уже 17 лет. Но только вчера, когда мы с мужем и друзьями поехали в спа-центр и решили, что нужно это повторять как можно чаще, я поняла, что вот это оно. Я стала взрослой. Когда поняла, что мне нравится ходить в супермаркетах в отделах по бытовой химии или отдел посуды, и мечтать, что мне подарят на Новый год комплект полотенец, либо постельного белья, либо хорошую сковороду, кастрюлю, мне 18. Когда начала есть сырой лук, добавлять лимон в чай и пить его без сахара. Добавлено. А еще когда в лет 16 я осознала, что мама тоже становится старше, как и я. Мое богатое воображение осознала, что однажды она умрет. И я плакала всю ночь о том, что моя мама скоро умрет от старости. Когда я вышла из этого состояния, я побежала налаживать с ней отношения, прощать ей и ее ошибки и все обиды, что она мне причинила. И просто начала жить заново. Ведь мама все отдала, чтобы поставить меня на ноги. И рада, что теперь, когда я съехала, у нее есть больше денег на себя, ведь надо покупать меньше еды и вещей. Счета стали меньше. Правда, теперь я волнуюсь, что теперь ее некому вовремя гнать спать, а не сидеть работать на дому сверхурочно без доплаты. Никто не поможет ей, не помоет ей полы, не последит за стиркой, не развесит вещи, не приготовит вкусно поесть. О моей маме некому заботиться, а я живу в 30 минутах на машине на другом конце города. А у меня нет машины и не могу заходить раз в пару дней и помогать по дому. Можно сказать, что мы с мамой обе стали взрослее с тех пор, как я переехала. Когда сел в поезд, на котором едет киллер по имени Прошутто. По-серьезки, взросление может иметь три стадии. Когда понимаешь, что сверстники бухают, матерятся и задирают друг друга, потому что сами где-то забыли детство, но не понимаешь, зачем жить в таком жестоком мире. Второе, когда начинаешь зарабатывать свои деньги. Третье, когда покупаешь леденцы и киндры, чтобы хоть на время удариться в детство. Когда в 10 классе шла через школьный двор и увидела маленькую девочку лет 10, которая в стороне от одноклассников сидела за качелями вся грустная, решила подойти к ней, спросить, что случилось. Может утешить? Она вытращилась на меня, попятилась назад и убежала. И через минуту ко мне подходят две женщины, воспитательницы с продленки. За юбку одной из них цепляется эта девочка с красным от слез лицом. И эти две женщины начинают наезжать на меня, мол, что я тут хожу, детей пугаю. Чуть не обвинили в нехорошем. С тех пор не подхожу к одиноким грустным детям, а то мало ли что. Я поняла, что я больше не ребенок, когда поступила в универ в другом городе и уехала от родителей. Первые полгода были очень сложными для меня. Я скучала по родителям и друзьям, которые остались в моем родном городе. Моя сестра из-за глупой шутки вообще отказывалась со мной общаться на протяжении нескольких месяцев. Мне не хватало денег. Я жила на прожиточный минимум и тратила по несколько тысяч на всякую ерунду. Из-за этого приходилось питаться дерьмовой едой, типа макарон по 14 и сырков по 6. Однажды я полмесяца прожила на 2,5 тысячи, так как потратила все деньги. Я жаловалась на это родителям, но просила их не помогать мне, так как это была моя ошибка и непредусмотрительность. После этого, сразу после того, как получила деньги, я забила свой ящик крупами, консервами и макаронами. Очень долго боялась, что однажды мне просто нечего будет есть. Новый год в том году я провела с людьми, с которыми познакомилась за несколько дней до. Мне ужасно не хватало того большого семейного праздника, который устраивали в нашем доме мои родители. А потом я вернулась. Мы здорово провели время вместе, но я больше не зависела ни от своих родителей, ни от своих друзей, с половиной из которых вообще не хотелось видеться, ни тем более от моей сестры. Когда я приехала обратно, то поняла, что моя койка в углу теперь мой дом. И моими друзьями стали те люди, с которыми я познакомилась здесь. У меня сейчас хорошее отношение с родителями, мы созваниваемся раз в неделю. Иногда общаемся с сестрой. В родном городе я обязательно встречаюсь с тремя моими хорошими друзьями. Но за те полгода я оторвалась от маминой сиськи и теперь веду все более самостоятельную жизнь, не особо на кого-то рассчитывая. Мне 16 и я выгляжу младше своего возраста. По крайней мере мне так казалось. Этим летом я шла мимо детского садика, за забором играли дети. У меня не было яркого макияжа или чего-то, что может добавить мне возраста. Но одна из девочек спросила у другой. Это твоя мама? Мой мир рухнул. Для ребенка трех лет я выгляжу как родитель. Капец. Сейчас я живу одна, мне приходится удовлетворять свои потребности и распоряжаться деньгами самой. Это сложно, я хочу, чтобы об этом подумали за меня. Когда начала осуждать нынешних детей и их родителей за то, что те уже с пеленок дарят им телефоны, ну и нынешнюю музыку, как бабка какая-то. Я стала взрослой в тот момент, когда моя подбухавшая мама после тусы, пока папа был в командировке, не отрубилась на диване. Я убрала все стаканы, подмела все, помыла посуду, помыла двухгодовалую сестру, которую мама забыла вытащить из ванной. Вот тогда я стала взрослой. Я был в отпуске на Багамах, курорт Атлантис. Я был в казино автомата для видеопокера. И моя дочь села за парад рядом со мной. В одной руке стакан, в другой сигарета. На какую-то долю секунды мне захотелось отругать ее, но потом я вспомнил, что ей уже 20 лет. Это было в 2009 году. Мы пробегали через аэропорт Торонто, пытаясь поймать наш рейс, который улетал через 5 минут. Я вдруг услышал, папа, не туда, а сюда. С того момента она взяла на себя ответственность за наше передвижение, потому что у нее была более холодная голова, чем у меня. Мы добрались до самолета за считанные секунды. Пацан сделал какую-то глупость, и я его отругала. Потом я поняла, что он смотрит на меня в ответ, прямо в глаза, как будто он был моего роста. Ему было 9 лет. Я остановилась на полусловия и сказала, о боже, это такой же высокий, как и я. Ругань полностью сошла на нет. После этого каждый раз, когда он попадал в беду, он старался выглядеть как можно выше. Это было мило. Но он больше не был моим маленьким мальчиком. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую еще больше контента, переведенного на русский язык специально для вас. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из 4 слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.